вчера в столовой я кушал кролика и нет ничего знаете ли сначала я правда с непривычки подумал что мне какую-нибудь дрянь подсунули а потом ничего разъелся кушать можно это мясо нежное и маленько курицей преподает или скорее цветной капустой очень приятно на вкус только почему-то после этого выпить хочется но я это объясняю скорее психологическими причинами чем воздействием этого мяса на организм а кролика я кушал в чужой столовой в нашем учреждении с кроликами казус произошел у нас 40 служащих вот мы решили завести кроликов ну конечно собрание разные гордые слова пятое десятое служащие говорят может нам лучше свинок завести все-таки у нас столовая объедки пятое десятое но начальство решает кроликов завести ну сложились по 16 рублей на рыло купили кроликов клетки уборщицу пятое десятое вот имеем 23 кролика и ожидаем от них согласно обещанию чудовищного приплода только вдруг мы замечаем что кролики наши очень такие знаете ли привередливые насекомые они это не жрут и это не кушают их интересуют видите ли свеженькие овощи листочки сухарики еще чего очень в них барство наблюдается и капризы чего даже не бывает у служащих в столовой у нас бывает много объедков так они морды воротят они сырые объедки не едят они хотят свеженький хлеб пятое десятое пирожные может быть вот видим начали у нас кролики сохнуть начальники говорят пущай каждый служащий берет каждого кролика под свое шефство и пущай ежедневно своим подшефным чего-нибудь носит это их не разорит и всячески план будет выполнен но стали служащие носить кто который корку принесут которые печенье мария а им все мало у них только и делов пожрать побольше это жуткое животное в смысле еды у них никаких других идейных запросов не бывает им бы только пожрать начальники говорят пес их знает действительно много жрут вскочили нам эти кролики в копеечку служащие говорят надо было свинок завести все-таки у нас объедки бывают вскоре у нас кролики стали хворать главное один кролик захворает от него все начинают хворать очень нежная тварь и чем лечить неизвестно их не врач говорит их надо едой лечить это низшие животные они питание себе требуют вскоре осталось у нас 9 кроликов остальные дубы далее ну обрадовались лучше 9 кроликов прокормить еще можно вскоре наступила сырая погода и хотя эти последние как говорится ходят в мехах но тем не менее простужаются и главное бояться сквозняка еще чего стали эти 9 подлецов кашлять и чихать и вскоре осталось у нас всего две персоны хотели мы их употребить в столовую но завхоз не позволил может говорят они одумаются и начнут нести потомство хотя это маловероятно поскольку это два самца но все-таки подождем а нет так тогда в столовую наш бухгалтер устроил калькуляцию и подсчитал стоимость одного обеда из этих будущих кроликов он говорит один обед обойдется рублей в семьдесят так что кто из служащих получает сто рублей в месяц тем конечно такой обед будет не по карману ну это конечно только у нас как других учреждениях я не знаю может там кроликов по две копейки продают а у нас извините такой казус такое головотяпство ну я понимаю там где нет столовой там пуща и кроликов разводят а где есть объедки там бы наилучше всего свинок и служащие у нас теперь прямо вздрагивают при слове кролик а при слове свинья улыбается а так все остальное хорошо